Могилы И основной фон этих могил Он находится От центральной России Туда на восток И я когда рассматривал Раньше я никак не мог понять Почему эти могилы нанесены на карты Потому что вроде по могилам Никто никогда не ориентировался В картографии путешественники по ним Не перемещаются Так вот Дальше возвращаясь к тем родам О которых я говорил Для восьмого тысячелетия Вот тогда когда люди с нашей территории Расселялись по миру Это были родовые выселки Первым с нашей территории вышел Род Бабы Егии Бабы это неправильно, просто Егии И она пошла на юг Перевалила Кавказский хребет Пошла через Азербайджан Азербайджан назван ее именем Государством, чтобы вы понимали Азер Аз это Яга И дальше уже Байджан Там какие-то эпитеты И там есть такой народ Езиды Езиды те, которые до сих пор Исповедуют культ Яги И вот она пошла туда Через Среднюю Азию И дошла, ее род дошел до Северной Индии До сегодняшнего Пакистана До Афганистана Верхом Верхом пошел род Богумира Богумир это по-аннеститски Има И он пришел в это же место Примерно в третьем, втором тысячелетии До нашей эры И сделал там государство Сохт Которое вы знаете по истории Где Александр Македонский Добыл Овесту На пяти тысячах Воловьих шкур И наконец третий Род, который туда пошел Он тоже пошел через Кавказ Это род Всевышнего Это когда он выходил Его был начальником Всевышний По-русски Вышень Он перешел Сначала в Армению И сделал там первую Армянскую столицу Многие армяне, кстати, не знают О своей столице Об этой Я когда им говорю Они удивляются Даже тому, что я знаю Называется она Древнейшая столица Армении Вишап Вишап это Всевышний По-русски И он тоже пошел туда За следом За родом Еге Туда по Средней Азии У него был потом Потомки такие Всевышний Потом Кришна Кришень по-русски Потом Кама И уже вот в этом виде Они пришли туда В Северную Индию И из поклонений Вот этим потомкам Возникли Культы Кришны Камасутры И тому подобное Из поклонений Бабы Еге Возник Иудейский Культ Яхва Я кстати Интересно Тут у меня была Несколько лет тому назад Пару лет тому назад Такой моментик Я Подружился С товарищами Которые Владеют Сегодняшним Ватиканом Я не буду подробностей Говорить Чтобы Недорогом Не нести Что-нибудь Не очень Хорошее Вот Род Который владеет В 37 поколении Ватиканом И вот у меня Они Чтобы со мной Пойти на какой-то Контакт Решили Проинспектировать Знаю ли я Например Истоки Иудаизма Я им Рассказал Что исток Иудаизма Это Афганистан Северная Индия Что там Как раз Возник И род Захака То есть Это Внук Баба Яги Который До сих пор От которого Введут Свои Роды Высшие Касты Иудеев И там В Афганистане Это Произошло Первое событие Возникновения Иудаизма И уже оттуда Он пошел На ближний Сегодняшний Восток И когда они Услышали это Они удивились Что я Действительно Это знаю Потому что Это мало Кто знает В мире И поэтому У нас Нормальные Отношения Такие Вот по Религиозным Вопросам По религиозно Мифологически Историческим Вопросам И они Некоторые Вещи Мне естественно Приоткрывают Чтобы я тоже В этом вопросе Ну как бы Не допускал Лишних ошибок Которые Затуманивали бы Картину Вот такая Картина И на ходу Пока Эти Рода Шли Туда В ту сторону Естественно Кто-то из них Из руководителей Родов Умирал Ему ставили Великолепные Гробницы Ему ставили Великолепные Какие-то Саркофаги Некоторых Хоронили По одним Законам По одним Критериям Других По другим Есть Некоторые Люди Которые Захоронены Ну они Как бы Такие Полулюди Полубоги Которые Которые Хранятся В специальных Условиях Вот Так Красавица Которая Была В синей Жидкости Хранилась Которую К сожалению Испортили Археологи Она была Как раз Одной Из Этих Полубогин Даже Богиня Можно сказать Потому что Ближе К Богу Она относится Которую Надо было Сохранять До определенного Промежутка Время Ее Можно было Восстановить Причем Это не фантастика Это примерно Те же самые Технологии Которые Сегодня Описываются Как Анабиоз Для космонавтов Которые Летят На какую-то Другую Планету Технологии Абсолютно Те же самые Может быть Там Компоненты Другие Но смысл Эти технологии Тот же самый Вот И Вот эти Вот Захоронения Они Такие Важные Они есть Везде Нужно понимать Что Те боги Которые Были Первого Поколения То есть Сварок Перун Дашбог Они Бессмертные Они Их невозможно Не убить Их невозможно Не захоронить С ними Невозможно Ничего Не сделать У них Есть Свои Моменты Они Иногда Ложатся Спать В этот Промежуток Сна Он Нами Людьми Воспринимается Как исчезновение Определенного Бога Который Через Какое-то Время Восклицает И Просыпается И мы Его Видим Заново И Чем Это еще Заметили Кстати Исследователи 19 века Они заметили Что чем Дальше От Центрального Русского Бога От Сварога Находятся Следующие Боги Тем Меньше У них Количество Хварна И Вот Те Кто Уже Изучал Авесту Это Огромное Количество Тех Авестийских Азиатских Ученых Они Замечали Что Если Например У Сварога Которого Они Называют Зараастом Если Если У Него Было Стопроцентное Свечение Он Был Сам Светом То Вот Допустим У Его Праправдуков У Них Уже Было Слабое Свечение А Люди Которые Из Их Рода Были Просто Людьми Они Вообще Потеряли Эта Хварна И Исследователи Авестийские Они Думали Что Хварна Теряется Из-за Того Что Люди Может быть Потомки Богов Может быть Грешат Или Что-то Еще На самом Деле Я думаю Что Здесь Математика Нас Как Говорится Выручит Вот Когда Вы Берете Какой-то Свет И Сосредотачиваете Его В точке То Он Светит Ярко Как Только Вы Начинаете Растаскивать По На большое Количество Вот Этих Ячеек Которые Он Занимает И В каждой Ячейке Он Светится Естественно Пропорционально Тусклее То есть Пропорционально Квадрат Расстояния И Вот Когда От Одного Человека Идут Потомки И Разрастается Вот Это Поле Народа В принципе Каждый Из них Носит Свою Долику Толику Света Но Он Естественно Берет Ее Одну Пропорционально Вот Всему Этому Количеству Поэтому Хварна Перестает Светиться Хварна Это То что Называется Нимбом Вот такая Картина И Граница Распределения Того Божественного Населения Она была Доходила До южных Частей Юго-Восточной Азии И до Центральной Америки До Мезоамерики В Мезоамерике Кстати Поэтому Находятся Эти мифы Что белые люди Сделали цивилизацию И До 16 века Америка И Азия Современная И сегодняшняя Вообще Евразия Как континент Они составляли Единый континент Не было никакого Тихого океана Поэтому Все Вот это Расселение Было Единым Шлейфом И это Была Одна И та Жек Культура Вот Насчет Волшебства Я не знаю Пока У меня нет Ни одного Доказательства Что существовало Какое-то Выдающееся Волшебство Для того Времени Например Перелеты Какие-то На коврах Самолетов Почему Потому что Я пока Этого Не могу Так Четко Сказать Чтобы Существовало Но вот Для Изобретений Чтобы понимать Насколько люди Были умные В 15 Тысячелетии До нашей эры Археологически Установлено Например Для наших Территорий Наличие Больших Лодок Больших Это имеется Ввиду От 7 до 9 Метров И они Установлены Сами лодки Обнаружено Огромное количество Весел К этим лодкам Это Раз Во-вторых Для этого же Периода Для мезолита Про который я говорил Обнаружены Сани Обнаружены Салазки Салазки Это По структуре Они как бы Попроще Сани Это то что Является санями То есть салозлоблями И большие До 5 с половиной метров Они тоже Обнаружены Для тех времен Когда казалось бы Еще человека Вроде не было Уже В 30 Тысячелетии До нашей эры Были известны Все виды Рыбной ловли Начиная От сети Заканчивая Зимними Мормышками Все 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 Было И удочки И крючки И все И блесна И поплавки Все это Обнаружено В тысячах Вариантов То есть Это не какая-то Единичка По которой Пытается Натянуть Как говорится Историю Так что Люди Были Примерно Такие же Как мы Единственное А И самое главное Что вот Когда например Восстановили Восстановили Одежду В Сунгире А Сунгирь Это Район Владимира Города Владимир И дата Примерно 25 тысяч лет Тому назад Вы представляете Вот человек Он сегодня Стоит в этой одежде В государственном Музее Сунгирь Он одет В Аляску С опушкой С капюшоном С выточными Рукавами С нормальной Сшитой По сегодняшней мерке В штанах В Этих самых Кожаных Сапогах С опушкой И сапоги Сшиты По ноге Это не какие-то Там эти А именно По ноге Сшитые Яловые Условно Сапоги Кожаные С опушкой Меховой И шапка У девочки Шапка Вообще Как сегодняшняя Ушанка Еще Раскрашенная Различными Побрякушками Вот Это 25 тысяч лет До нашей эры Когда нам говорят Что первые сапоги Изобретены в Италии Тысячу лет тому назад Не верьте Потому что Вот вам экспонат Который стоит в музее Восстановлен По честным археологическим исследованиям Которые известны Всему миру Вот Благодарю За такой Развернутый ответ Конечно Невозможно Так на один вопрос Ответить И охватить Все пласты Поэтому Конечно Здесь нужно Я думаю Будет людям Пересматривать Вникать Поскольку Я вот думаю Что Может быть Технологии И были Тот же Анабиоз Они же Видимо Собирались Проснуться Но Скорее всего Все подчистили Так как Подчищают Все памятники Вот например В Мексике Где я живу Некоторые места Совсем уж провокационные Всегда закрыты Туда зайти нельзя Потому что Человек Начинает Додумывать Своей головой Что Ну как бы Примитивные люди Этого сделать не могли И они Как бы Все вот так Закрывают И просто Ретушируют Чтобы Все соответствовало Официальной Истории Поэтому Может быть Все таки Технологии И были Но Мы Просто О них Не можем Узнать Только то Что нам Оставили Вот Ну что ж Давайте Тогда Двинемся К следующему Вопросу Вот Очень интересно Было узнать Читателям Именно Ваш опыт Как вы Поняли Что мы Живем В матрице Вот Именно Какие-то Может быть Случаи Расскажете Когда вы поняли Что это Что-то нереальное Может как Сон Многие говорят Или Какая-то Программа Симуляция Вот как это Можно понять Вот вы Как поняли Ну дело в том Что я Еще раз повторю Что я заканчивал Закрытую кафедру И нам это Преподавали Да Это было 1983 год И последующие 6 лет Нам преподавали Это Конечно не в том виде Как вот сегодня Мы так просто Общаемся Но нам преподавали Что мы И находимся В определенном Каком-то Каким-то другими словами Сейчас уже не помню Но нам это преподавали Для того Чтобы мы могли Об этом думать И не ограничивали Свои мысли Я Вчера Кстати Я работал Над одним роликом Где мы разговаривали С философом На ту тему Что Разные образования Вот у него Философское образование Было такое Что сначала Ему дали методологию А потом Он по этой методологии Точно Следуя ей Он создавал Какой-то свой Научный продукт У нас У нас было Совершенно по-другому У нас Интересовал Военный продукт У нас Начальство Не интересовало Как мы его Сделаем Им нужно было Они давали Допустим Дату И тактика Технических Характеристики Я условно Говорю И к этой дате Допустим Работники Вот нашей сферы Обязаны были Принести Вот этот продукт Чтобы он работал Так как надо А как его сделали Это вообще Никому не интересовало Я сейчас расскажу Чуть попозже Очень интересный Случай Который Лично меня Он Дрессировал Окончательно Я наконец-то Понял У меня в голове Все это Уложилось Окончательно И нам как раз Преподавали то Что не обязательно Изучать Вот Для достижения Определенной цели Не обязательно изучать Какие-то вторичные вещи Которые никогда Не нужны Для достижения Этой цели Нужно Главное Научиться Видеть эту цель Каким-то другим способом И видеть Как она интегрируется Потому что Даже вот когда Я допустим Занимался Двигателем Ракеты То это Это была Всего лишь Песчинка Самого Ракетного комплекса Потому что Там Куча всего И допустим Система наведения И еще что-то И двигатели Там всего лишь Крупица Которую Ты обязан Сделать И тебя никто За это не похвалит Ты как бы Ты как В большом количестве Каких-то условных богов Делаешь Маленькую крупицу И каждый из них По крупице Создается Какой-то Какой-то Большой Вот этот элемент Который работает И вот здесь Как раз Нам преподавали Понимание Матрицы Вот этой Может быть Немножко Других словах Чтобы мы Понимали Что наша Крупица Встраивается В определенную Систему Большую Систему Огромную Систему И она Должна Работать С определенными Показателями Тогда Вся система Будет ее Во-первых Воспринимать Читать ее Эту Нашу Крупицу И Опираясь На нее Делать Правильный Материал Свой результат Вот тогда Нам тоже Как раз Все это Вбивали В головы Чтобы мы Это понимали Чтобы мы Всегда ориентировались Только на это Потому что Система Всегда Работает Так У нее Должен быть Макро Результат Например Матрица Должна показать Какое-то Кино Условно говоря Большое А мы Там Например Один пиксель И Мои амбиции Никого не интересуют Я должен Сделать Такую функцию Чтобы она Работала В Кино Если Я не сделал Неправильно Матрица Мне посылает Определенный Приказ Мол Переделать Там-то 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 Ну например Не хватает Мощности Двигателя Прибавить Мощность Так-то Так-то Так Я делаю Это И Матрица Начинает Работать По всем Пунктам Включая Меня Поэтому Я думаю Что Мое понимание Сформировалось В условиях Института Когда это Все Нам показывали Потому что Мы проходили Все это Буквально Абсолютно Буквально Вот прям Так чтобы Это в голове Все это было Как говорится Проржено А дальше Я только в жизни Находил подтверждение Этому Вот Что касается Примера Интересного Ведь все же Думают Что Вот Выучи Какой-нибудь Там Тест Например Да И этот тест Оказывается Золотым Для всей Твоей жизни И он Позволит тебе Как говорится Ковать бабло И оно будет Сыпаться И сыпаться И сыпаться На самом деле Я почему Все время Выступаю Против Вот этих Экзаменов Которые Тестами Сдаются Потому что Тест Выявляет Что человек Стопроцентно Не знает Того О чем Его спрашивают То есть Тест выявляет Стопроцентно Необученную Человек То что Симухни Получает Грубо говоря По 100 баллов По 100 баллов Это люди Которые Точно не знают Предмета Они Выучают Его Описание Вот как По техпаспорту Например Но предмета Они не знают Поэтому у нас Сейчас проблема Вот пример Опять же Своей Если у нас В 60-е 70-е Уже были Условные Полеты На Луну То сейчас Почему-то Люди Не могут Никак понять Как же Вообще Взлететь С земли Вот американцы Например Они не могли До сих пор До последнего времени Даже взлететь В космос Никак не получалось Почему Потому что Изменилась Система образования И людей Неправильно учат Они видят Теперь вот с нуля С методологией Как мне сказал Мой знакомый Они теперь Учат Какую-то основу И думают Что эта основа Их приведет К какому-то результату Такого не бывает Вот Всегда идет Только от большого К малому Теперь что касается Примеров Был один такой Пример Который мне Поставил Мое Мое Жизненное Видение Я думаю Что если я сейчас Расскажу Многим Тоже он Придется Кодворотить Пример Он просто Очень интересный И он показывает Как решаются Реальные вопросы Военного Плана А не какие-то Там гражданские Которые можно Как хочешь Решать Военного Плана Так вот Мне с утра Мой начальник Поставил задачу Сделать определенную Определенный элемент Конструкции Разработать его Придумать его То есть его еще не было И После обеда Чтобы он уже был В металле То есть в материи Уже сделанный Я сказал Есть Все Разработал К трем часам Он уже был готов Я его уже нес В материальном исполнении Все Представляете Какая скорость Была в советское время Изготовление Новых вещей В 11 я придумал Того чего еще не было В 10 Грубо говоря Утро А в 2-3 дня Уже все это было В материи И я ему приношло Говорит Знаешь Не надо уже Мы уже по другому решили Но мне конечно было обидно Что я потратил там Полдня Но это не важно Это вопрос такой Творческий Меня интересовало Как же вы быстрее меня Я быстро работал Я мгновенно буквально Я как ветер носился Там по всему большому предприятию Чтобы все это организовать Они говорят Да мы нашли другой выход Я говорю Они говорят Да мы привязали ниткой Привязали там необходимую часть Просто привязали ниткой Обычной вот швейной Я когда это услышал Я смеялся Два дня Я не мог остановиться У меня такой Полупсихический смерть был И вот На такой день только Ну я себя Ну как в военном Внутри военного Какого-то образца Вдруг ниткой Что-то привязано А если Ну вот эти мысли Все лезли Как Нас же учили То ведь все-таки Тоже ведь По-грамотному Чтобы все это было Так как надо По этой методологии И только на второй день Я начал понимать Что почему-то Никто из конструкторов А там человек Сто вокруг Никто не смеется Я говорю Почему вы не смеетесь Со мной-то Они говорят Ну так это Я к своему начальнику Подхожу Говорю Почему никто не смеется Он говорит Ну ты же сам должен был Давно уже понять Я говорю Я не могу понять Вот два дня прошло Я не могу понять Он говорит Ну время горения нити Я говорю Ааа Да действительно И тут я сразу понял Вот из одного вопроса Я понял Что я был неправ Потому что Двеятель работает С такой скоростью Что нитка загореться Даже не могла Не успевала Поэтому можно привязать Там чем угодно На вот это вот время И я понял Что насколько я не прав Что надо всегда держать Опять же Вот задачу исполнения В голове А не то Как это будет выглядеть По методологии И вот таких вот Мелких таких вариантов Их много было Это был последний Который мне как говорится Поставил мозг на место И я тогда начал понимать Что жизнь устроена Гораздо сложнее И проще одновременно И она Человек достигает Нужной ему Версии событий Простым путем Он не начинает Наворачивать Там что-то Например Если ему надо Реку Через реку Перебраться Он не будет строить Железнодорожный мост И пускать через него Железнодорожный Переем Он просто возьмет И переплывет И там перейдет Попроще Вот Так же вся история Наша строится И Как упрощение Этой истории Когда начинаешь понимать Как управляются Различные кластеры Нашего путия Автоматом приходишь К версии матрицы По-другому Просто никак не получается Потому что Каждый элемент системы Он должен управляться Какими-то другими Элементами системы Система может быть Замкнута Когда И управление И сама система Многие Доходятся В одной Как говорится Ячейке Но может быть И не замкнута Вот допустим Это тоже кстати Один из наших курсов Был замкнут И не замкнут И система Это целый курс У нас Это вот Допустим Мы там полгода Год их изучали И дальше Продвигаясь Что такое Замкнутая и не замкнутая система Вот допустим Земля Без космоса Если я рассматриваю Это замкнутая система Где друг к другу Мы Как вот пытаются Сейчас там Глобальное потепление Вот подышали лишний раз Все капец Глобальное потепление А если уже Учитывать Землю Как Не замкнутой системы То есть Включительную космос Тогда мы понимаем Что это Речь о Глобальное потепление Это полная Полнейшая Билиберда Потому что Солнце Уносит своим Солнечным ветром Уносит миллионы Миллиарды тонн Всех газов И твердых веществ В день С нашей Земли И если не будет Подпитки Каким-то образом Например По моим данным Это изнутри Земли происходит То Земля наша Лишится Своей Этой Атмосферы И Большей части Мягких земель В течение Недели И здесь Никакие потепления Вообще не страшны Здесь вообще Другие Другие Процессы Идут И вот так вот Когда Матрешку Рассматриваешь Какая-то система Все равно Приходишь К системе Матрицы И Получается Так что Так же Как с Археологией Получается Так что Ни одной Нет ни одного Варианта Который бы Не приводил Нас К пониманию Матрицы Да Согласна с вами И даже Если обратить Внимание Как эта история Просто шита Не то что белыми А красными Нитками И люди вообще Ничего не Понимают А даже Если к ним Заградется Мысль в голову Через один день Она уже В другое ухо Вылетает И они снова Живут Как будто Они вообще Ничего не знают Ничего не слышали Все продолжается То есть Сразу видно Что даже Если человек Получит Ну какое-то Грубо говоря Просветление То очень Как-то Все быстро Затирается Очень подозрительно Как будто Матрица Берет Так все И выравнивает И человек Уже забыл Вообще Обо всем И это тоже Я считаю Подтверждение Очень мощное Вот как с ниткой Вы описали Большинство людей Считало В этой компании Что нитка подойдет И она подошла А если большинство людей Бы так не посчитали Пришлось бы использовать Вашу более сложную деталь Получается Они при помощи Истории И всеобщих Вот таких Как карты Иллюминаты Потом Симпсоны Они как бы Формируют Да уже изначально И все так Оно идет Как бы Просто используют Вот эту технологию Всеобщего эгрегора Если я правильно поняла Да Правильно Да И это как же Опять подтверждение Матрицы Это конечно ужасно Но с другой стороны Вот я читала Комментарии Некоторых людей И меня это удивило Большинство людей Поняли Что вы имели ввиду Хотя вот так Если просто слушать Да И не вникать Вот это как Несколько измерений То не понимаешь Что с чем связано А если как бы Ты входишь И уже как бы Голос идет Где-то в пространстве И ты как бы Встраиваешься в волну И все понятно И вот это Судя по всему И есть Вот скажем так Некоторый Декодер матрицы Куда человек Либо встраивается Либо не встраивается Ну это кстати Не только Относится К того О чем мы сейчас говорим А вот представьте Например Если мы берем матрицу Ну условно говоря Христианство И человек например Впервые Пытается погрузиться В религию христианства Для него Она Естественно Что-то такое Большое Объемное Неопознаваемое Но с течением времени Когда он начинает Изучать Какие Знакомиться с людьми С самим этим Игрегором Она матрица Для него проявляется Также вот у нас Естественно По жизни Все один в один идет Потому что мы Как система Мы копируем Одну и ту же модель Так же как Абсолютная Вот эта матрешка Да действительно Копирование идет По всем параметрам Или как сегодня Модно называть Фрактальные Там геометрии Фрактальное пространство И может быть И другого И нет Ничего такого Потому что я Например С точки зрения Физики Математики Я еще Не увидел Никакой Другой Версии Которая Работала бы где-нибудь Вот на каком-то Другом рубеже Действительно Везде Все время Можно назвать Это Игрегор Это кстати Раньше это Игрегор Называлась Сейчас матрица Но так Эта система Одна и та же И она работает По одним и тем же законам Может быть Ее завтра Переназовут Как-то по-другому Например Политическая партия Или Глобальный мир Глобальное государство Но смысл Его все равно Будет Один и тот же Весь вопрос Только Для меня Вот например Непонятно Я не знаю Как на него ответить Кто в конце концов Стоит Вот на конце Вот этой Управленческой структуры Потому что Берем тех же Симпсонов Берем различные Предсказания Они каким-то Образом Появляются И Непонятно Каким образом Если сидят Какие-то Пророки То я вам честно Признаюсь Я свою жизнь Ни одного Пророка Не встречал Ясновидящих Видел Мне допустим Передавали Привет Одни товарищи Засекреченные Которые следят Не выходят Из своих келей Но следят За моим Творчеством Прямо так Очень подробно И такие вещи Мне передавали Которые Тот кто передавал Он вообще не в курсе Даже о чем речь Он даже не понял Ни слов Ничего Только я один Понял О чем они Мне сказали Хотя я этих людей Не видел Но это тоже Это могли быть И спецслужбы Там И могли еще Что-то угодно Но так или иначе Ясновидящие люди Я подозреваю Может быть есть А вот Пророки В чистом виде Чтобы он Предсказал То-то 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 Я например Очень сомневаюсь Исключение Только астрология Она дает Определенный Прогноз И Кстати Я считаю Что это единственная Наука на сегодня А все остальные Науки Это Кроме технических Наук Это все уже Ну так скажем Не от лукавого Но это все Второстепенно Вот астрология Это единственная Наука Которая может Оперировать Реальным миром В реальности А все остальные Вещи Это выдумки Человека Да Очень интересно Ну Скажу честно На меня вот Астрология Как-то вот Ни разу Со мной не сошлось Но может быть Это потому Что я искренне В нее не верю А как же Мы уже говорили Что матрица Она податлива Вот кто во что верит То и прогружается Может поэтому Потому что У большинства людей Все таки Я даже уже научилась Различать Какой у кого Знак гороскопа Часто вот Если общаешься с человеком Уже примерно знаю Какой знак И всегда совпадает Что все таки На большинство людей Действительно Астрология влияет Но может это еще И зависит от того Что эгрегор Слишком древний Вообще я слышала Понимание Вот вы знаете Вот вы знаете Там среди знаков Зодиака Есть созвездия Весы А весы Что им мерят Вес А вес Это когда был Изобретен Только Ньютоном Поэтому это Восемнадцатый век И многие вещи Которые говорят О звездах Они к сожалению Говорят Что астрологии Всего может быть Четыре столетия И то это Исключая Эти Как это называется Планеты Планеты вообще поздние Сто лет Последнюю планету Как дошли Да Вообще так Тяжело С этими временными циклами Как-то они так меняются Что не поймешь Вот тут кстати В чате спросили Если планеты Это голограмма То как же есть астрология Но я вас сейчас Быстренько отвечу Как я считаю И потом вы скажете Правильно я понимаю Или нет Учитывая то Что мы все квантовые Как бы Изначально тела Да мы матрица Но мы же кушаем еду Если мы там не поедим У нас живот болит И так далее Так и тут Мы верим в то Что эти планеты есть По крайней мере Большинство людей И поэтому оно работает За счет веры Вот скажите Андрей Александрович Правильно ли я понимаю Вот вы так же считаете Или какая-то у вас Другая версия Ну вера Это как бы часть Я понимаю Ваш термин Вера как подключение Ну да То есть когда Например вы верите В таблицу умножения Вы ей пользуетесь Правильно Ну дважды два Четыре Вот вы верите И тогда она для вас работает А если вы верить Не будете в нее Вы просто Не будете ей владеть Она не будет работать А вы будете думать Что она не рабочая Ну вот так вот Сложно А теперь как на самом деле Вот по моим Последним изучениям Я не буду говорить Что они прям Прям последние Последние Ну вот что Да что докопался Что такое звезды Наверное многие читали Опять же Древние сказки Русские сказки Там как раз говорится Что звезды Это наши предки И всегда Когда герой Бог Или кто-то Умирает Он всегда Отправляется На небо И становится Созвездником Даже в Греции Вот когда Они сочиняли Миф Об Орионе Он изнасиловал Гиперборейскую Богиню И в наказании За это насилие Он был помещен На небо Где до сих пор Находится В виде звезд Вот я считаю Что это Не миф А именно Настоящий И когда Засевается Территория нашей Земли Или какого-то Другого мира Аналогичного Как наша Земля Он засевается Как раз звездами То есть буквально Они оттуда падают Буквально В виде Вот этих звездных городов Которые были До 17 До 18 Столетия Вот город Это целиковая звезда Она падает Вместе со своими Постройками Со своими жителями И материализуется здесь И от нее Потом идут Уже обычные люди Поэтому я считаю Звезды И астрология Это в прямом смысле Излучатели Определенного Игрегора То есть это вот Поставили например Знаете как Вот вы например Вам нравится Понятие голограммы Вы его понимаете Вот чтобы получить Голограмму Нужно сделать Два излучателя Вот допустим Две звезды Излучают Вот у вас Появилась голограмма Если людей Считать продуктами Такой голограммы То нужно Какое-то количество Излучателей Пусть это будет Там 2 22 Не важно Но звезды Являются излучателями И здесь Вот какая Интересная штука Что у всего Человечества Которая является Белым Которая является Потомками богов Излучателями Является звездой А приемником Этого излучения Электромагнитного Является светило Которое Находится Внутри земли Которому все время Хотят докопаться А у христианских Народов Которые возникли Позже И пошли Не от богов А от Авраама У них Другие излучатели По Библии Написано Что Бог Их создал Вот эти излучатели В виде солнца И луны Уже В книге Бытия Он как раз Там Я не помню На какой день На 3 или 4 Он создал Солнце и луну Это были как раз Излучатели Которые управляют Современным Авраамическим Населением Из луны Идет источник Исток Сигналов И он проходит Через Мозговые центры Всех Вот этих Авраамических Людей И уходит Туда в солнце Поэтому Когда древние Зонтаки Описывали Влияние солнца Они говорили Что в солнце Находится наш Ад Ад это не В смысле Это плохо А то что Туда вот стекают Все души Которые После смерти Попадают Поэтому Гелиос Когда я говорю Гелиос Это перевод Буквально Ад Хел Гелиос Это одно И то же Слово Просто Почему-то Сегодня считают Что ад Это плохо А рай Это хорошо Рай Это излучатель А ад Это поглотитель Вот вся разница И когда душа Библейских народов Когда она Например Рождается В виде кванта На луне И проходит Свою жизнь На земле И уходит Туда в солнце То это вот Круг Который Возобновляет Все время А у Русских народов Она другая Траектория Похода Полета Души Она просто Другая Она от звезд Сквозь землю И туда В этот самый Как его Во внутренние светила Которые там Внутри Под землей И вот По моим данным По моим разработкам Сейчас идет у нас Эра Которую опять же Библейский народ Называет Концом света Она привязана Смысл Вот этого конца света Он состоит в том Что После нашего Вот этого Этапа игры Идет следующий Этап игры Он не зависит От нашего желания То есть мы с вами Повлиять на него Не можем И Масса больших людей Не могут повлиять Потому что Это процессы Которые идут Какой-то вот этой Матрицей Более глобальной Чем наша И там возникнет Естественно Новый Излучатель Какой-то И новый Поглотитель То есть мы получим Через какое-то время Еще Условно Еще одно солнце Еще одну луну И у нас появится На небе Две луны И две солнца Кстати Вы наверное Увидели такие предсказания Их очень много И древние тоже Что Было на небе Три луны А в этом Фильме Ой Фильме В повести О полку Игореве Говорится о трех солнцах И тому подобное Это как раз Вот Мне кажется Что это как раз С той Самой Из этой вот Части Повествования Поэтому Мне кажется Что солнце Что вот эти Источники Небесные Астрологические Почему они так Влияют сильно На человека Я так тоже Наблюдаю Всю жизнь И получается Что это Очень сильное Влияние Из-под которого Выйти невозможно Никак Вообще Никак Нет таких Не хоть меняй Там происхождение Или дату Или что-то Это все бесполезно Оно все равно Останется Вот так Это как раз Вот Именно из-за того Что человек Рождается Как сварка Такой квант сварки Вот когда Два электрода Соединяются Искорка произошла Родился человек И он четко Вот в этот момент Когда звезды Сошлись таким Таким-то образом Да Ну очень действительно Интересно Хотя Можно было бы Конечно Развить тему Астрологии Поскольку Ну понять Допустим На меня просто Вообще Астрология Ну вот совсем Не влияет Там описан Другой характер Там Когда мне должно быть плохо Хотя может это не гороскопы Я просто не сильно В этом разбираюсь Ну вот ни разу На меня не влияло Но знаю Что на большинство влияет Все-таки И я честно Не сравнивала Это с таблицей Обмножения Потому что все-таки Это очень точная таблица И никогда не бывает Чтобы она ошибалась Или калькулятор А вот астрология Бывает конечно Все-таки Что ошибается Поэтому возможно Все же Вы говорите Про какую-то другую астрологию Ведь есть Разные типы астрологии Скорее всего Не про ту Про которую я думаю Там где просто прогнозы Всякие натальные карты Гороскопы Наверное Это не это все-таки А так Можете хотя бы Вкратце описать Про какую именно Вы астрологию говорите Поскольку вот Например У масонов Тоже есть астрология Но там вообще нет Такого Какого-то Типичных астрологов Дело в том Что Я говорю про астрологию Которые Формируются Только созвездиями Зодиакального Знака Вот этого То есть Грунг По простому Под каким созвездиям Или зодиакальным Знаком Родился Человек Тот Те характеристики Он и Приобретает И несет Всю жизнь Естественно Чтобы четко Было Подход Там надо Как-то все это Отсортировать Потому что На человека Еще Оказывается Влияние И имя его И фамилия И еще там Некоторые И даже Место Где он рождается И время Но вот Глобально Все равно Это знаете как Примерно С чем сравнить Вот допустим Сидит перед вами Бог Который Выпускает Людей Делает он их Из глины Перед ним 12 заготовок Глины Например Одна Чисто белая Другая Там На другом конце Чисто черная Между ними Весь Цветаряд Вот такой И он С каждым Знаком Зодиака Выбирает Следующую Следующую А потом Начинает На нее Нарисовать На ней Лицо Все такое Прочее Выпускает Уже Живого человека Так вот Заготовка Всегда будет Соответствовать Материалу Тому Который он берет И за предел Этого материала Она не выходит Никак То есть Он берет из середины Своей стопки Нельзя будет Сказать Что там Какие-то есть Характеристики От какого-то Другого Знака Этого вообще Никогда не было Я конечно Сейчас так сходу Может быть Не расскажу Вот этих тонкостей Потому что Я не настолько Сильно занимаюсь Астрологией Чтобы ей Вот так легко Владеть Но вот Я тогда говорил Что у меня Был Коллега Феликс Казимирович Величко Вот я просто На его примере Как он получал Докторскую по астрологии А я еще раз напомню Что он Был Лауреат Государственной премии По химии То есть Это советский период Это очень высокое Звание Как говорится Далеко не все Его получают Далеко-далеко И вот он Доктор наук По химии Лауреат Государственной премии Он Он В 90-е годы Решил Получить докторскую По астрологии Он защищал ее В какой-то другой стране Я сейчас уже не помню Но он мне рассказывал Как он ее защищал Он вытягивает билет Естественно На билете написано Там Восемь цифр Это дата рождения По этим восьми цифрам Он должен Восстановить полностью Портрет жизни человека Который вот В этом написан И вот он Говорит Это была Он мне рассказал Что как он Восстановил Значит это женщина Зовут ее так-то Возраст такой-то Живет в Париже На таком-то На такой-то улице На втором Или сейчас не помню Третьем этаже У нее муж Зовут так-то У нее У них девочка Зовут так-то Значит она Нет этого мужа Занимается тем-то Ну короче Полный-полный портрет Даже включая до того Что Какие на теле Этой женщины Есть Допустим Шрамы Или может быть Какие-то повреждения От каких-то аварий Даже включая вот это И он говорит Единственную ошибку Сделал Что когда она Попала в какую-то Аварию По-моему Я сейчас помню То у нее Там что-то было Повреждение Он Сказал Что вышел На поверхность кожи То есть шрам был А на самом деле Повреждение Не достало до кожи И шрама этого Внешне не было Но само повреждение Внутри было Там косточка Или что-то А так все остальное Оказалось Действительно Что ребенок Не от мужа Они там развелись Жила она там-то Занималась тем-то Тем-то То есть стопроцентное Описание И вот эти вещи Когда смотришь Как все это происходит Когда люди Оперируют Те которые умеют Этим оперировать Я не умею Я поэтому Не лезу туда Но когда они умеют Оперировать Я конечно удивляюсь У меня есть Помимо него Так были в свое время Знакомые Такие которые умели К сожалению Сейчас они уже Ушли из жизни Вот допустим Георгий Георгиевич Рогозин Который был Первым заместителем Коржакова Когда Коржаков Был начальником Службы охраны Президента Вот тогда Георгий Георгиевич Мы упечатали Его кстати прогноз Там для определенных целей Он вот этими Своими прогнозами Он мог Определенные Политические влияния Оказывать даже На определенные страны Для этого и Публиковалось Люди которые Не понимали Смысл этих прогнозов Они вот читали их Они даже Не понимали Зачем это написано И ни одного слова А когда ты знаешь Смысл Куда это Куда вот этот Прогноз бьет Тогда и видишь Как это отзывается Потом в результате Тогда это другая игра Уже Поэтому Чтобы например Астрологию Понимать Ей надо саниматься Если не понимаешь Что это бесполезно И кстати по математике Вот то что вы сказали 2х24 На самом деле Это правильно Только в рамках школы Если за пределы школы То это уже неправильно 2х24 100% А я поняла Есть еще одна таблица Об этом рассказывал Профессор Рыбников Это наверное Вы про это Рассказываете? Нет Мы с ним тоже знакомы Лет 15 Наверное Тоже давно уже Ого себе Ну вот он Кстати очень интересно Объяснял Действительно Просто начинаешь Как будто в другое измерение Выходить От его объяснений Нет Простой Современной нашей наукой Которая Она Как интересно А у вас есть Может какое-то видео На эту тему Пока нет Да Ну это действительно Очень интересно Скорее всего Очень объемный вопрос Да Это очень объемный И он такой Математический Не все поймут Просто Если я буду Подробно его говорить То многие не поймут О чем это Речь И просветить Я думаю Интересно Да Сынку выше В математике Тем больше Точность подсчетов Но она дальше Уходит от простой То есть 2 2 точно Не 4 Это другая цифра Она близка К четверке Но не 4 точно Я поняла Это как бы Везде всегда Упрощения идут Вот насчет того Что вы описали Насчет астрологии Конечно Я в первый раз Такое слышу Видимо Просто Действительно Мало кто умеет Определять Поскольку Я никогда не слышала Что можно определить Там имя И так далее Там улицу Где живет человек По астрологии Скорее всего Он либо владеет Какой-то действительно Секретной астрологией Либо еще Ко всему прочему Ясновидящий Потому что Мне там выходило Просто как описание Характера Чем лучше заниматься И так далее И я отметила для себя Что да Действительно Задатки были Но летом 15 назад А сейчас Как бы я уже стала Другим человеком То есть Наверное Так же Это все упрощенно И примитивно Как и Дважды 2,4 Скорее всего Я вам тоже Вы правы Абсолютно правы Но я вам пример Приведу Вот я занимаюсь Регулярно занимаюсь Исследованием Групп крови И вот смотрите И вот смотрите На этих днях Неделю Или полторы Назад Наши все эти Главные Мэтры Которые Борются С этим Заболеванием Они сказали Что вот По всему миру Вы наверное тоже читали Или вам пока Попадалась Такая же информация Что Большее количество Подверженных Этому заболеванию Обладает Второй группой крови Вот это вот Заявление Это заявление Дилетанта Которую Надо снимать Сразу с должности Почему Это примерно так Как вы сказали Что характер Вот это вот Описание Если просто Почему Потому что У нас нет Второй группы крови У нас На всех людей Мы же В мире живем Глобальном Где у нас Многие народы Перемешаны У нас всего Примерно около 140 групп крови Все летальные Если неправильно Перелить хотя бы одну Человек умирает Вот Буквально Три года тому назад Такая же ерунда была Где-то в Европе Одному мужчине Перелили Все правильно Вот так же По условному говоря Второй группе крови Кровь И он умер Но когда У него Была Кровь не по этой системе По которой ему Переливали А по другой системе Которая Существует Только в одной Японской деревне А он сам был Из Японии И когда Протестировали всех Открыли новую Систему Групп крови И нужно Теперь учитывать Еще и ее А всего У нас около 30 или 40 Систем Групп крови Поэтому говорить О второй группе крови Это предельно Неграмотно Вот так же Существуют и Астрологи Которые говорят Например Ой Дилана Это характер Давайте возьмем По По глазам По цвету глаз По длине волос Это точно Неправильно Потому что Это все Не так Совершенно Это совершенно Другие Вещи И Астрологии Надо обучаться Так же Как и математике Высшей Как физике Иначе Это все Будет поверхностно Вот я Видите В глубину Не лезу Потому что Я не знаю Сам Но это Очень глубокая Наука И она Древнейшая Естественно Да Это уже Стало Действительно Понятно А вот Группы крови Пишут в паспорте Это они Как бы От балды Нам пишут Или по каким Вообще Критериям Они решают Какую группу крови Занести в паспорт Ну сейчас От балды Получается Почему Объясню Потому что Группа крови Это расовый признак Прежде всего У нас Начиналось Это было По-моему Времена Второй мировой войны Когда начиналось Записывание И открыли Когда вообще Группы крови Начали писать В массовом составе То тогда Народы жили Изолированы Они были Не перемешаны Если например Берем Грубо говоря Для центральной России Если писали Вторая группа крови То у нас Действительно Была здесь Одна на всех Система групп крови И ошибиться Было практически Невозможно Но это Не значило Что например Если мы проезжаем В Африку И пишем Вторая группа крови То это вообще Был неправильный подход Потому что там Другие системы Групп крови Там вообще Все по-другому Там в паспорте Должна быть Другая надпись Субтитры создавал DimaTorzok